Все, кто на мониторе, они все на ИВЛ. Датчики температуры стоят, датчики пульсоксиметрия, манжеты с давлением, датчики давления и позволяют в режиме реального времени контролировать. Вот так в режиме реального времени врачи университетского ковид-госпиталя работают уже год. С коронавирусом борются еще дольше. Болезнь не просто коварная, она непредсказуемая, говорят медики. Под ее удар попадают все, и стар, и млад. Год назад, да, большинство пациентов было возрастных с хроническими заболеваниями. Сейчас увеличивается количество пациентов молодого возраста, которые изначально не имели данных за наблюдением у них каких-то серьезных заболеваний или учет по хроническим заболеваниям. Пациенты молодого возраста, 70-е, 80-е годы рождения, их количество сейчас, к сожалению, стало больше. И течение у них не самое легкое. Пациенты ковид-госпиталя в один голос рассказывают ту же историю. Появилась температура, думал, пройдет само. Дальше только хуже. Скорая помощь, приемный покой и больница. И уже тут понимаешь ценность каждого внуха. Не знаю, что сделано, чтобы просто подышать воздухом. Кислородом. Не ценим, когда имеем. То, что день начинается с утра, это слишком образное понятие. Он, собственно говоря, и не заканчивается, как правило. Особенно вот в этот действительно тяжелый период. Тимур Сибгатулин заведует ковид-госпиталем. Правда, здесь другой глагол подходит. Живет. В таком состоянии здесь находится весь персонал. Шутят. Прописаны. Не постоянны только пациенты. Их поток не иссякает. Выздоровевшие уезжают домой. Привозят новых. И тяжелых больных гораздо больше, чем в начале пандемии. Изначально рассчитывали на шесть реанимационных койек. То в дальнейшем пришлось добавить еще дополнительную палату. И уже на сегодняшний день еще добавили еще третью палату дополнительно. Для того, чтобы на ней располагались именно реанимационные койки. Пациенты самые крайне тяжелые, требующие искусственной вентиляции легких. Если мы в предыдущие месяцы имели определенный резерв по свободным койкам, то есть мы были заполнены в какие-то периоды на 50, в какие-то периоды на 80, 90 процентов, и у нас был запас коечного фонда, то на сегодняшний день абсолютно 100 процентов койек, и даже больше 100 процентов, потому что мы пользуемся еще системой приставных койек, на сегодняшний день он задействован. Это отделение реанимации. Лица пациентов мы показывать не можем. Сейчас здесь происходит самое важное – спасение человека. Каждого из них ждут дома. И каждая койка на счету. Чем быстрее излечивается пациент, тем больше шансов у другого человека получить помощь. Если мы сейчас говорим о реанимационном отделении, где мы находимся, то все 100 процентов пациентов, находящихся в реанимации, они – это непривитые пациенты по разным причинам. Болеют все – и привитые, и непривитые, признаются врачи. Но прошедшие вакцинацию болеют легче. Иммунитет у этих пациентов включается быстрее. Лечение и самой болезни, и ее последствий обходятся очень дорого. Тяжелые пациенты, которые требуют тяжелой терапии, генно-инженерной терапии, серьезного вмешательства препаратов, их стоимость лечения может доходить и до 300-500 тысяч. К сожалению, это очень дорогое лечение. И лечение серьезное, но реанимационные койки и длительная поддержка аппаратами – оно требует еще больших затрат. В рядах солдат в борьбе с коронавирусной инфекцией не только медики. Ученые Казанского университета с первых дней этой негласной войны ищут способы лечения вируса. Так, Институт фундаментальной медицины и биологии участвует в программе антицитоковиновой терапии, исследования генотипа, тестирования на Т-клеточный иммунитет. Именно лаборатория Альберта Анатольевича Резванова вообще в республике первая помогла внедрить определение титров антител, чтобы своевременно уже, когда только началась пандемия, разворачиваясь первые госпиталя, была возможность пациентам вводить антиковидную плазму. Но не одними препаратами живы пациенты. Они отмечают, без такого персонала выздороветь тяжело. Профессионализм всех, кто работает в госпитале, на высоте. Это признают и бабушки, которым важно такое доброе участие, и сотрудники университета, попавшие на койку. Благодарю весь медицинский персонал ковидного госпиталя, который 24 часа в сутки с нами вместе при любых изменениях симптомов, появлении новых симптомов, они достаточно очень быстро реагируют на это. Поэтому я благодарю, я желаю им здоровья, терпения. Я дышу, значит я живу. Одна трубка и две двери отделяют тех, кто находится в госпитале и за его пределами. И спасение это рядом. Как бы это пафосно ни звучало, оно зависит от человека, от его выбора, делать ему прививку или нет. Коллективного иммунитета врачи ждут больше всего. Как больные ждут свободного вдоха полной грудью. Ведь вдох важен для каждого. Для больного, чтобы жить. Для врача, чтобы отдышаться. И начать снова бороться за жизнь. Салават Мухаммадуллин, Фарид Захид Оглы и Хафиз Гараев. КФУ. Итоги недели.